В Москве прошла третья всероссийско-научно-теологическая конференция чтения имени Шагабудина Марджане, мусульманская цивилизация Евразии, концепция развития умы. Традиционно конференция началась с чтения аятов священного Корана. Мероприятие посвящено 200-летию со дня рождения Шагабудина Марджане, 200-летию Института Востоковедения Российской Академии Наук и 200-летию Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук. Чтения имени Шагабудина Марджане призваны рассмотреть богословские изыскания и дискуссии современной умы через призму интеллектуального наследия крупнейших представителей отечественной мусульманской мысли XIX-XX веков, актуализируя тем самым достижения российской мусульманской богословской школы. Наш шейх Шагабудин Азрат Марджане был настолько передовым человеком, понимал важность развития исламской мысли и требовал от своих современников, особенно от своих учеников, чтобы они заботились о благополучии исламской умы, о благополучии мусульман всего мира, не только татар, не только мусульман Российской империи. Человек, может быть, даже не только на сто лет опережал ход богословской мысли, но, может быть, и не был понят своими современниками, но, пройдя вот эти столетия, мы можем понять сегодня личность этого мыслителя, просветителя, ученого, богослова, имама, который болел за свою религию, за чистоту ислама, за сохранение суммы нашего святого пророка Мухаммада, салиллаху алейкум и салам. И вот мы, собравшись сегодня в Москве, ученые разных сфер, богословы, политические деятели, академическая наука, философы, просветители, имамы, студенты, Мы говорим об этом человеке. Конференция «Марджаниевские чтения» объединила ведущих ученых, специалистов в области истории мусульманского богословия и российского мусульманства, гостей Средней Азии и Ближнего Востока. Стала площадкой обновления мыслей, опираясь на наследие такого великого исламского ученого, как Шигабудин Марджани. Имя Шигабудина Марджани объединило вокруг себя сотни представителей академической науки, религиозных, общественных деятелей, деятелей политики. Это говорит, что его масштаб, фигура значимы в масштабах и современного ислама, и осмысления ислама на территории нашей страны. Шигабудин Хазрат оставил большое письменное наследие, которое еще предстоит, несмотря на то, что прошло 200 лет со дня его рождения, еще предстоит в будущем осмыслить, перевести, популяризировать. Но на сегодняшний день проведение подобной конференции способствует глубокому ознакомлению с его трудами, с его традицией, с его мыслью, и оно помогает объединить представителей разных поколений. И участие в конференции большого количества студенчества, ведущих вузов нашей страны МГУ, СПБГУ, Московского исламского института, колледжей и других учебных заведений, дает хорошую надежду на будущее, что будут продолжители славных трудов и дел Шигабудина Хазрата Марджани. Конференция собрала представителей академического исламоведения и востоковедения, религиозных организаций и религиозных учебных заведений, представителей органов власти и общественных организаций различных регионов России. Их участие, в первую очередь, подчеркивает значимость конференции, актуальность вопросов и тем повестки дня. История России всегда были люди, которых можно назвать государственниками. И это касалось представителей любых вероисповеданий, и христиан, и мусульман, и буддистов. Их роль состояла в том, чтобы встроить в систему государственности России частью общества или народа, которую они представляли. Одним из таких людей, государственников, был Марджани. Тема конференции посвящена 200-летию Шигабудина Марджани. Человека, который очень уникален и как и богослов, и как историк. Вот у него на сегодняшний день, я считаю, самые объективные, самые интересные и более, и с научной точки зрения, выверенные исследования. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы это наследство, оно не просто лежало где-то в архивах, оно должно быть исследовано, оно должно быть обнародовано, оно должно быть пропагандировано. Вот с этой точки зрения, конечно, роль конференции, она неоценима. Если вы ощущаете себя представителем той или иной культуры, цивилизации, вы должны хорошо знать, кто идет, кто был перед вами, кто был раньше вас, что они создали. Потому что, в общем-то, наследие, наследие наших ученых и богослов, оно очень богатое, и необходимо его знать. Иначе вот такого, знаете ли, понимания настоящего и будущего не будет. Я считаю, что такие мероприятия, памятные прежде всего, призванные опять привлечь внимание к той или иной исторически значимой фигуре, они крайне важны для молодого поколения, в первую очередь. Потому что нужно учиться, нужно, в общем, хорошо узнать свое прошлое. Такой крупный мыслитель, как Шагабуддин Маржани, фигура, привлекающая внимание и привлекавшая внимание не только его современников, но и нынешнее поколение российских мусульман, и не только российских мусульман. Это фигура общероссийского масштаба, если не общемусульманского масштаба. Это человек, который соединил в себе качество и мусульманского мыслителя, и просто крупного ученого. И в этом отношении его позиция, его деятельность является примером для нынешнего поколения российских мусульман и для их лидеров. Нам нужно не только гордиться наследием Маржани, Мусабигиева, Курсауи и других деятелей, но и стараться следовать их путем. В рамках работы чтений имени Шагабудина Маржани прошло пленарное заседание. Спикеры обсудили опыт российского мусульманства и направление развития умы, формирование развития идей, институтов и кадров для обеспечения достойного будущего для мусульманского сообщества. Как отметил в своем выступлении глава мусульман России Муфти Жейхравиль Гайнудин, уникальность такого выдающегося деятеля, как Маржани, состоит в том, что он послужил путеводной звездой на пути прогресса нации, овладение разносторонними знаниями, которые должны способствовать становлению мусульман как создателей современного мусульманского общества. Шагабудин Хазарат Маржанин, как теоретик, указал современникам на слабые стороны их взгляда на мир и предложил другую адекватную реалиям своего времени парадигму осмысления источников и ключевых богословских текстов ислам. В то же время, как имам, лидер мнений и духовный авторитет, приспаданный собственным примером воплощать благоя и избегать урного, он на практике своей собственной жизни явил принципиально новую стратегию развития мусульманского сообщества относительно мировой цивилизации и исторического прогресса. После пленарного заседания работа конференции разделилась на шесть секционных заседаний, в рамках которых состоялось предметное обсуждение перспектив развития мусульманской теологии, педагогики, психологии и других сфер гуманитарного круга. Сегодняшняя секция в рамках чтения Мрджани, которой я возглавляю эту секцию, была посвящена исламской психологии и педагогике России проблемам и перспективам развития. На секции нам удалось обсудить целый ряд вопросов, как касаемых психологии, так и педагогики, и реализации различных подходов и принципов психологии и педагогики в рамках ислама уже для российской умы. Мы ответили на вопросы слушателей, которые, конечно, были очень актуальны, потому что, например, исламская психология – это направление для России новое. Стоит отметить, что марджанинские чтения также стали площадкой для презентации книг и изданий издательского дома Медина, в частности, семитомного труда «Ислам через призму хадисов». Проблема сегодняшнего возрождения российской отечественной исламской богословской школы в том, что мусульмане Российской империи не писали на русском языке. То есть и марджане, и его ученики, и его предшественники, также это касается и богословов Северного Кавказа, не использовали русский язык в принципе. Поэтому речь идет именно о переводе с комментариями, с объяснениями, чтобы это было интересно для современного читателя. Вот по такому принципу мы пошли, когда создали семитомный труд по хадисам нашего пророка Мухаммада, и труд он вышел в свет. В основе его турецкие и арабские тексты хадисов, которые сгруппированы по темам. Там представлено несколько богословских наук. Это и хадисы, и шарх, то есть объяснения, и сира, то есть жизнеописания пророка. Кульминационной частью мероприятия стало вручение наград Духовного управления мусульман Российской Федерации Совета Мухи России. Медалью «Мусульман России за духовное единение и высокую оценку деятельности» на посту руководителя аппарата Духовного управления мусульман Российской Федерации. С гордостью для нас был удостоен Нуриманов Ильдар Ангарович, генеральный директор издательского дома Медина. Конференция также распахнула свои двери для любителей искусства. Гости имели возможность насладиться двумя художественными выставками. Иллюстрированные рукописи Макам Аль-Харири и муфтии российского государства от империи к федерации. Мы старались создать такой некий объединенный педагог. Марджаневские чтения не оставили равнодушными гостей мероприятия. Каждый из участников смог почерпнуть для себя много полезного. Для нас, для рядовых участников, это прекрасная возможность одновременно удовлетворить свои потребности в контакте с представителями мусульманской общины всей России, а иногда и представителей зарубежья. Плюс возможность за короткий промежуток в течение дня ознакомиться с изданиями, которые в течение последних лет разрабатывались, писались. Сегодняшняя конференция была очень познавательной для меня. Нам дали возможность услышать менее взгляды на современность многих российских шейхов, что было очень полезно. Тема преемственности поколений и роли молодежи в утверждении духовных ценностей была, по моему мнению, очень уместна или же актуальна в наше время. Шейхи, выступающие сегодня, дали хорошие напутственные советы, которым, по моему мнению, стоит прислушаться. Действительно, как молодому имаму, как руководителю религиозной организации, вот такое мероприятие, оно для имамов, но и не только, для рядовых слушателей, в том числе, приносит большую пользу. Во-первых, и новые знакомства, и слушая такие лекции, человек уже по-другому смотрит, видит и расширяется кругозор. Ариф Тухаев, Медина ТВ